Так, так, давай, Саша, сюда, на минутку, на минутку. Саша Полилов, профессор наш любимый, давай, скажи, скажи, это же поэт ещё одновременно, он не только технарь, он профессор технарь. Он же в Истоке машиноведения, Академии наук СССР теперь уже нет. Теперь уже СССР, скоро будет, не волнуйся. Как и стихи он пишет, да сразу мне раз, и влепил стихотворение. Я это увидел стихотворение, которое я уже изучал, по почте, картину-то мы увидели, вспомнил я стихотворение, только это не я его, так сказать, написал. А кто написал? Ну, оно моё было просто любимое, потому что оно связано, как мальчики, мечтая о победах, умчались в неизвестные края два ангела на двух велосипедах, любовь моя и молодость моя. О, как здорово. Слушай, а ты своё теперь, давай про бревно. А написал ты Светлов, а Светлов был очень человек грустный. Когда ему подали, дали посмотреть диагноз, он сказал, ну вот, осталось только пиво, рак у меня уже есть. Ха, ты, девкин, ну ладно. Давай в следующий раз про Работного расскажем. Бревно у нас тут прямо... Советского и Русского образ лежит. Это сиденье механика. Образ, говорю, бревна лежит. Давай, да. Бревно, оно и есть бревно. Давай, пробери бревно. Смотри, как катится оно. Это Саша, на стихотворение, моё любимое. Давай. Ну ты, приятель, отойди, ты под бревно не угоди. Когда-то оно было древом, рождённое под знаком девы, и его тёплые ладошки ласкали путников немножко. Его соубил ведь невзначай какой-то лесник, охотник, пьянь и гай, вот так вот скажем. Его бы расколоть на чурке, согреть под тёплым полушубком и наколоть, и нащепить, и печь по-русски растопить, и как бы жгло, но и грело, но что мечтать? Пустое дело. Бревно, оно и есть бревно. Зато как катится оно. Вы же слушали, зато как катится. А раньше у тебя был смотри, как катится. Да и есть там, и смотри, и всё там есть. Смотри, как катится оно. Ладно, про Фролова вспомним. Да, слушай, там Сим Васильевич Фролов, это же был такой, ой. Нам довелось работать с выдающимся академиками, потому что то время было другое, не то что люди другие. Просто тогда эта наука была главная, космос, авиация, это было движение человечества, атомная энергетика. А сейчас человечество наживо, наживо, то есть люди же не виноваты, что не было времени. А Константин Васильевич Фролов, между прочим, директор Института машиноведения, где Саша работает, он был ещё и генерал-лейтенантом. Был он, да, генерал-лейтенантом. А ещё героем Советского Союза. Был за ответом героем Советского Союза. Ему дали тайну, потому что он остановил выпуск Бурана. Потому что он был председателем Государственной комиссии по приёмке проекта Буран. А это проект Буран, на котором несколько лет работала вся страна. И Политбюро приняло решение выпустить. Что надо какому-то дню его запустить. А он не разрешил. Пока мы не проведём его испытания. Своё мнение написал. И слава Богу, что они это сделали. А потом выяснили, а оказалось, что он был прав. И мы присудили дело. Пока не провели испытания. А это ж такое мужество надо было, да? Пойти против этой власти. Она же тогда была не слабейшим сейчас. А Аркасий Васильевич Фролов был ещё вице-президентом Академии наук СССР. И академик-секретарь крупнейшего. И моим другом большим. И большим другом Павилова нашего. И мы все вместе дружили. А ещё наш Серёжа Петухов. Который заведовал в лаборатории биомеханики. У них были два самых молодых академика, которые были приняты в Академию. Он и Велихов. Велихов. Очень два известных человека. И тогда ещё Челомей говорил, вот мы взяли. Дочка рассказывала Челомея, что он пришёл домой. Такой такой радостный Челомей. Один из создателей космической техники. Вот мы приняли двух молодых ребят в Академию. Теперь дело пойдёт. И он занимал тысячу должностей. Но, как говорится, не так всё просто к жизни. Ну, расскажем, да, в следующий раз, когда придёшь. Расскажем о том, как я делаю иголки работнову отцу русской советской механики. Академику. И на следующий день пришёл, а его жена говорит, вы ему больше стихов не читаете. Я говорю, а почему? А я ему тогда Мандыштама прочитал. И он тоже возбудился и стал свои стихи читать. А жена его говорит, не читайте, потому что он так возбудился после вашей процедуры встречи, что всю ночь, говорит, был в таком потрясении, и давление у него поднялось. Но я ему больше не стал читать стихи, и мы так вот дружили, да. А сейчас работнова... А жена его жива ещё? Нет. И жена нет. Нет, уже там, то есть, к сожалению. Ну, такие люди, такие люди, да. Но это же слава нашей Родины, друзья. Он за рубежом был очень известный. Он был же почётным президентом Всемирного конгресса по разрушению. Проблема разрушения возникла, когда стали создавать атомные реакторы, а там газотрещины, там может авария произойти. И вот тогда был создан Всемирный конгресс по разрушению, он был вице-президентом. Работной? Да, да, там был Токхилор Викоборев. Председатели, они его создавали. Создавали конгресс по разрушению, то есть собирались ежегодные конференции в мире обсуждать проблемы. То есть не так он в нашей стране был даже, может, известен, но не так полностью. Как он был в мире известен. Вот такие люди. Друзья, до встречи. Вот такие интересные люди у нас бывают. Не просто случайные люди, а близкие друзья. Близкие друзья. Так что до встречи.